Hi guys, it's Natalie, Study Lesson Line, and today we will speak about adjectives and how to show that something is too much, or too sweet, or too spicy, or it's not salty enough, it's not hot enough. So, друзья, сегодня мы с вами поговорим о наречиях, а именно наречиях, которые помогут нам охарактеризовать прилагательные. Ну, пока не очень, да, понятно. Так вот, в английском языке существуют, да и в русском, в принципе, тоже существуют такие наречия, которые усиливают, либо ослабевают прилагательные. Ну, то есть, можно сказать, слишком жарко, да, или недостаточно жарко, то есть, которые показывают какую-то степень прилагательного, да, или чересчур, или недостаточно. Так вот, я для вас собрала самые популярные наречия, которые вот как раз выражают эту логику. Итак, первая комбинация наречия и прилагательное, это to перед прилагательным, да, вы знаете, что to еще может стоять в конце предложения и переводиться как тоже, да, например, I like chocolate, I like chocolate too. Это первое значение, вы его изучали на курсе Beginner, да, на самом нулевом уровне. Но, в этой такой связочке to переводится как слишком, причем слишком имеется в виду немножечко с негативной коннотацией, да, и никогда не с позитивной. То есть, если вы ставите и говорите, oh my god, it's too hot, это значит, это больше, чем вы хотели, да, oh my god, it's too cold, oh my god, it's too hot, or it's too spicy. О боже, это слишком острое для меня, то есть я не хотела настолько острое блюдо. Oh, it's too hard for me, да, oh my god, это слишком тяжело для меня. Oh, it's too easy, это слишком легко, да, вот если мы представим какую-то такую принцессу Несмеяну, вот это как раз эта принцесса, она вот как раз будет вот здесь. Она вечно всем недовольна, да, наоборот, недовольна. В общем, да, ей то слишком жарко, то слишком холодно, ну, прям как вот нам на отпуске, да. О боже мой, все не так. It's too hot, too sweet, too beautiful, это слишком красиво. It's too difficult, it's too hard. Так что, я надеюсь, что вы это запомните и, пожалуйста, пользуйтесь. Дальше другая сводочка, она более позитивная, да, другая связочка, точнее. Прилагательное плюс enough. Enough это достаточно, да, помните эту сказку про золотой копытце, когда просил один барин много золота, и тогда золотой копытце сказала, хорошо, я тебе дам столько золота, но ты не должен говорить enough, достаточно, да. Вот как только ты скажешь enough, это волшебное слово enough, достаточно, сразу все твои золото превратится в пыль или во что-то, я уже не помню. Итак, это более позитивно, да, и вот конструкция именно такая. Сначала прилагательное, потом enough, да. Oh, it's sweet enough, да, представляете, что вы что-то готовите и просите кого-то попробовать. Is it sweet enough? Да, это достаточно сладкое, да, или что-то, там, пирог достаточно сладкий, сахара достаточно, и вам человек такой пробует и говорит, yeah, it's sweet enough, да, достаточно сладкий. Или, is it salty enough? Вы там даете борщ, ложку с борщом попробовать, да, человек такой, yeah, it's salty enough. Или там, is it spicy enough? Yeah, it's spicy enough. Поехали дальше. Ну и, конечно, можно сделать отрицание, да, там, вы даете пробовать ложку с борщом, говорите, is it salty enough? А человек вам говорит, no, it's not salty enough. Это недостаточно соленое, да, или что-то там, борщ недостаточно соленый. Или вы там покупаете новое платье, да, is it sexy enough or is it good looking enough? И вам говорят, yeah, it's good looking enough. Или могут сказать, no, it's not good looking enough, it's too short, например, это слишком короткое платье, да, слишком короткое, мы такое не хотели. Дальше, интересная связочка у нас есть с so и such. Вот тут студенты очень часто допускают ошибки. Смотрите, ребят, после so у нас идет только прилагательное, бессуществительное. Ну, то есть, например, wow, it's so interesting, да, вам кто-то что-то рассказывает, вы говорите, wow, it's so interesting. Or, God, your story is so boring. Видите, после boring не идет существительного, только прилагательное. А вот such, после such, будет идти как раз словосочетание прилагательное плюс существительное, да еще и с артиклем. Видите, артикль стоит вот после, после such. Wow, it's such an interesting game. Wow, это такая, настолько интересная игра. Wow, it's such an interesting book. Это такая интересная книга, да, то есть, по факту such и so имеют очень-очень похожее значение, практически одинаковое. Но вот после них мы используем разные комбинации, разные конструкции. Напоминаю, после so прилагательное, после such прилагательное, существительное. Today is such a good day. Видите, а стоит перед прилагательным, не вот здесь. Нельзя сказать today is such a good day. Нет. Today is such a good day of my life, как в песне. Ну и последнее такое, расскажу, как простраивать сложно подчиненное предложение. Мы можем использовать и so, и such, то есть и вот эту формулу, и вот эту, и после этих формул ставить that. Ну смотрите, the film was so interesting, the film was so interesting, и дальше мы ставим that, чтобы усложнить предложение. That we decided to re-watch it, or that we decided to watch it twice. Ну скорее, we decided to re-watch it, да. Или там, today is such a good day, да, вы так вот подтягиваетесь и говорите, that I decided to stay in bed the whole day, да, что я решил остаться в кровати весь день. Надо отмотать это. No, that today is such a good day, that I decided to do a lot of things and to accomplish a lot of affairs and tasks. Хорошо, друзья, у меня на этом все. Применяйте, используйте и practice English.